Меня только что, значит, утвердили на новый срок, несколько дней тому назад. Выдвигал меня Николай, выдвинул на ученом совете, именно Николай Николаевич Скатов, который во время прежних выборов выдвигал не меня, а выдвигал своих помощников. Для меня это было в высшей степени дорого, в высшей степени важно. То, что я здесь и русиц, как испанец, это в высшей степени символично, потому что единственный аргумент, мне был очень дорог сюда Николай Николаевич, мне было очень важно, как он будет меня критиковать. Он меня абсолютно не критиковал, единственное, что он говорил, что целый день еще испанец. Вот беда. Значит, замечательно, великий испанец, мой испанец. А нам нужен русист. Ну, хоть какой, но русист, как директор Пушкинского дома. Так что, вот, если критика ограничивается этой логикой, и эта логика является единственной критикой, то, значит, я понял, что вертеться мне некогда, значит, надо соглашаться. А сейчас, когда Николай Николаевич сказал, что единственный, значит, возможный кандидат, Сеоди Евгеньевич, и он тут же, в ближайший месяц, я ему этого не говорил, показал, что я ошибался, ошибался. То есть я просто не знал этого человека. Особенно было радостно и, значит, действительно удовольствие получал от этого колоссально. Прежде всего, потому что речь шла о Скатове, о прямом моем предшественнике и директоре очень хорошем. Я видел довольно, то есть некоторое число. Директора уходили, Пушкинский дом набирал силу, значит, приходили, уходили. Николай Николаевич был долго, значит, вот сейчас мне надо будет продолжать этим заниматься. Я старался поддерживать себе испанистику, вопреки мнению давнего Николая Николаевича. Старался, чтобы это было компротивистик. Опять-таки, это моя, значит, моя специальность, это русская литература в контексте мировой. Занимался очень разными темами, начиная от фольклора и до конца 20 века. Значит, может быть, как никто, ну, кроме, естественно, Александра Михайловича Павловича, Дмитрий Сергеевича Илькачева, я имею в виду количественную и некачественную сторону. То есть вход в фольклоры и до конца 20 века, это мало кто из нас, даже имея тот досуг, которого не имеете вы, значит, вот можно себе этого позволить. Мне было очень горько, что на протяжении последних лет, все-таки с самого начала, я был очень занят, и не мог бывать у вас так, как я хотел бы. Я прекрасно узнал всех своих друзей и коллег, в том числе старших. Я не знаю, когда у вас кто приходил к вам, какие курсы. Я догадывался, какие курсы он читал, но не знал, когда он уходил, и как проходили занятия, семинарские, лекции или нет. Дорогой мне чрезвычайно с моих аспиранских, Георгий Николаевич Павлович Прохоров, значит, который для меня георгия Геля с самого начала не смотрел на разницу в возрасте, значит, ну и многие другие. Кроме того, если мы посмотрим на эту серию, многие из них никакого отношения к Академии не имели и иметь не могли. Мой ближайший друг Саша Лавров, ныне Академик, значит, он вообще никогда не преподавал. Нигде и ничего, никогда больше преподавать не будет, как не будет никогда писать о кино, а он лучше, чем кто бы то ни был на земле, может быть, знает кинематолога. Это хобби, есть красота, есть работа. Так вот, ну, может быть, поэтому он не преподает. И тем не менее, я не знаю одну как минимум, а может быть, и несколько дней он для вас подготовил. И многие, очень многие пушкинодомцы, я знаю действительно в этой замечательной вашей серии, если не преподавали, то участвовали в работе над серией. Значит, теперь ближе уже к теме. Значит, конечно, эта тема напрашивалась, разумеется, Дон Кихот и христианство. Значит, знаете ли вы, наверное, давно знаете, что эта тема одна из моих давних любимых тем. Но, в общем, у них разные есть. Если даже есть речь идет о мифе Дон Кихоте. Не только Дон Кихот и христианство, хотя это одна из моих любимых, нежно любимых, и очень давно. Значит, поэтому, ну, разумеется, на нее мы и попали. Даже не помню, кто первым сказал. То есть мы сказали как бы одновременно, только немножко разными словами. Важнее, наверное, для меня последние годы, вот как-то посвятить людей, которые еще не посвящены, вот ту тему, которая будет у нас с художественным рядом. Она, я пытался обосновать, потому что я ученый, я и художник, и ученый. Не важно какой, но важно, что я художник, и ученый. Но вот доказать, что я прав, выбирает художественный ряд. Художник, на мой взгляд, стоит. Потому что того, не для того, чтобы от вектора отвлекать внимание, тогда ему проще, он может делать ошибки, их не заметят. Значит, кто-то этим пользуется. Для того, чтобы все-таки мысль должна быть красивой. Всегда. Если она некрасивая, то, на мой взгляд, она никак мысли хуже. Значит, иллюстративный ряд должен быть обязательно. Какой же может быть иллюстративный ряд для Дон Кихот и христианства? Значит, портреты, и вы их хорошо знаете. Я думаю, что большая часть сидящих сейчас в этом зале знает заранее, о чем или о ком пойдет речь. Во-первых, живых воплощениях Дон Кихотства, ну вот в этом срезе, то это Дюнмейстер, Фридрик Шверш-Легель, о них, естественно, зарубежно буду говорить меньше. Значит, традиционные в серии у нас разговоры все-таки о русской культуре, правильно, о России, о судьбах России. Хотя те же самые русские, о которых, конечно же, пойдет речь. Гобри, Достоевский, Скажем, Леонтьев, Бердяев, несомненно, они были прописаны теми же самыми токами, не только Дон Кихотовским, но и предшественников, и Дюнмейстер, и Шопенгауэра, и Бадера. Так что, значит, это единый круг, единый круг. И корни этого круга Великой Французской революции. Значит, а это противостояние тому, что окажется неизбежным, тем не менее, нужно этому противостоять. Значит, вот Дон Кихот и христианство, значит, в портрете этого показано было бессмысленно, все их прекрасно знаете. Никакой другой иллюстративный ряд, значит, русский точно, я слишком хорошо его знаю, я не проверял. Мог бы просто идти какой-то иллюстративный ряд, какого-то цикла Дон Кихотовского, значит, ни один не подходит. Значит, этот, это, я думаю, что мало кто знает, это Александр Алексеев, значит, великий иллюстратор, великий художник. На самом деле этого круга эмигрантов, которые растели в Париже, он совсем молодым человеком уехал из России. Значит, это цикл, за которым я охотился долгие годы. Я увидел вот эту иллюстрацию еще одну давно, еще 80-е годы в одной этологии, очень плохого качества, потому что это потрясающие сложности манера. Значит, я понял, что я, значит, хочу потратить какое-то время для того, чтобы его найти, найти след. И я шел по следу. Наконец я нашел, оказалось, что эти иллюстрации хранятся у дочери, гравера Алексеева под Парижем. Значит, потом была долгая интрига, попытки моей в Испании или в России найти людей, заинтересованных в издании. Ничего у меня не получалось, потому что, значит, почему я удивился, когда мне было странно, что, когда Леонид Кириллович меня представлял, были ли эти иллюстрации. Они производят впечатления страшных. И тем не менее, я им просто дам как фон, они будут идти как фон, но меня не производят впечатления такого. И тем не менее, правда, логика, представление фона, художественная тема, думки охотного крестьянства, значит, Алексеевым, она возможна, может быть, даже естественно, потому что он наследник по прямой интерпретации Достоевского. Вы хорошо знаете, по его нескольким статьям «Леники писателей» и по «Князю Мышкину». Значит, эти иллюстрации, если хотите, вот, значит, то, с которым я хотел начать, здесь есть тоже определенная интрига. Можете считать, что это священники, цирюльник, не мертвские романы жгут, а, скажем, противники Дункикота христианства, сжигая сочинения самих Дункикотов христианства. Значит, можете считать, что и так, потому что это мало похоже реально на Испанию, как понимаете, Испанию, начало XVII века. А вот то, что так поступают противники тех, кто Дункикому им в сердце, это, вне всякого сомнения. Те, кто открывали книгу «Сервантес про и контра», те, кто ее листали, обратили внимание на эссе Олега Кудрина, который как раз и является вот таким яростным, абсолютно бескомпромиссным, в этом смысле очень трогательным по-дон-хихотски, противником Дункикотов христианства, Дункикотов идеализма, Дункикотов христианства. Ну вот, считайте, что это сейчас здесь и происходит. Значит, я перейду на эту даму, до этого дам ему движение уже, помимо моей воли. Сейчас попробую, если у меня получится, скорее всего получится. Значит, и просто один еще комментарий к этим, получился у меня или нет? Да. К этим иллюстрациям. Это действительно прямо связано с Достоевским. Я не нашел в дневниках или в письмах Алексеева ссылок, но, тем не менее, Достоевский, который в дневнике писателя писал, что Дункикот – самая грустная книга из всех написанных человеков, самая больная ирония, которую только можно выразить на земле, и что отчаяние Дункикота. Вот это и есть интерпретация Дункикота и Дункикотов, в том числе Дункикотского христианства, вот с этой позиции. И когда я уже приближался и ехал к вам сегодня, я вдруг понял, что, в принципе, эти иллюстрации для меня загадочные, совершенно замечательные. Здесь, в принципе, их, в принципе, 110-115. Значит, их издавать Дункикотом невозможно, потому что Алексей, кто-либо не успел закончить цикл, он работал во время Великой Гражданской войны в Испании. Вот делал этот цикл во время Гражданской войны в Испании. Значит, и оттуда чудом уехал, иллюстрации, естественно, не появились, поэтому они остались в медных досках. Так что я думаю, что вот это настроение, человек, который приезжал в одну Гражданскую войну, а потом попал в другую Гражданскую войну, пропитан интерпретацией Достоевского, а для нас, может быть, это будет, ну, служить каким-то фоном, если хотите, князя Мышкина, но князя Мышкина, который прямо связан с Дункикотом, как все мы хорошо знаем, но князя Мышкина либо до выхода из клиники, либо после того, как он снова попал в клинику. И вот тогда я совсем оправдан, значит, дав, значит, пойдя по логике, значит, по этой логике и представив как иллюстративный ряд эти замечательные, совершенные иллюстрации. Они, слава Богу, последний штрих, а потом, если хотите, будете задавать об этом вопросе, потому что о них у меня разговор уже не будет. Они, наконец, изданы вот таким большим альбомом в Швейцарии, но я не смог добиться поддержки в России, не смог получить поддержку в Испании, и, наконец, нашелся меценат-банкир в Швейцарии, который вложил свои деньги, купил архив за одного Алексеева у его дочери и издал отдельными листами эти иллюстрации вот такого формата. Насколько я написал одну из статей, я получил один экземпляр, так что здесь он у меня, значит, можно ли будет это издать вместе с текстом, я не понимаю, но это, как минимум, уже существует. Вообще, я не думаю, что это будет мешать, то есть я буду следить за реакцией, если это будет отталкивать, значит, вообще, или, скажем, от нашего разговора я это прерву, если это будет привлекать слишком большое внимание, и будет, как минимум, от меня тоже отвлекаться. Тоже, я думаю, что нам придется с ними расстаться, тем более, что все их видят. Их здесь 30, я повторяю, здесь это не лучшее. Есть те, которые не уступают по качеству, но, мой взгляд, совершенно блистательнее. Разного типа, я попытался дать разного типа, они обязательно трагические. Вы видите, некоторые совершенно полные невисходности, но они как бы разноцветные. Я думал, что они исключительно в этой тональности, что отчаяние Дон Кихотта. Оказалось, что я ошибся, слава Богу. Значит, некоторые неудачно, он не успел их завершить. А второй тон, к сожалению, вообще невисходный. Значит, если мы возвращаемся к Дон Кихотту как таковому, то, конечно, за то время, которое у нас есть, а его осталось еще меньше, чем было, значит, и тему Дон Кихотства, что русского Дон Кихотства, что вообще, что мифа о Дон Кихоте затрагивать было бессмысленно, потому что я был бы говорить совсем с горголовкой. Даже тема Дон Кихотта, христианство слишком велика. Значит, я бы с удовольствием, наверное, сосредоточился бы, но это была бы слишком узкая тема на той теме, которой до меня никак не доходили руки, до Гоголя. Потом, когда они дошли, я понял, что это главная тема в России, если не читать Достоевского. Значит, слава Богу, что-то я завершил, это опубликовал. Но в сети, значит, не... Но в любом случае это уже существует. В моей книге, потому что я несколько раз приступал к Дон Кихотовским темам, у меня, с одной стороны, что испанцев очень поражала, книга «Дорогами Дон Кихота» замечательной серии, старшее поколение помнит судьбы книг, значит, она издана 80 какой-то год, я уж не помню, какой, 88 что ли, тиражом 60 тысяч. Когда я в Испании говорю, что книга вот такого рода, в России издана 60 тысяч тиражом, меня вверху подправляют 6, потому что считаю, что 60 это в принципе невозможно. Вот такие были времена, и она действительно до сих пор, у меня ее уже не осталось, кроме одного экземпляра, до сих пор она, по-моему, там как-то по рукам гуляет. Недавняя книга «Русское Дон Кихотство», вот «Российское Дон Кихотство», в которой, к сожалению, нет сюжета, а Гоголе, к сожалению, потому что я к этому моменту еще не успел его раскрутить, даже, по-моему, не упоминания, нет, потому что нельзя упоминать Гоголя, не показав его, то есть не раскрыть. Значит, какое-то время произвольно Гоголе я удивлю, чуть меньше другим, но Гоголе больше, потому что, значит, ну для меня самого это еще живет. И, наконец, последнее, может быть, оно и вызовет какую-то реакцию, мне интересно было бы эту реакцию знать, я слышал не так много откликов, а для меня они очень дороги. Когда я уже завершал свою последнюю книгу несколько лет тому назад, вдруг я благодаря одной фразе Достоевского, которую я знал давно, но невнимательно, то есть я проскользовал по ней, понял, в чем причина того, что пиком русского Дон Кехоста является XIX век. Не XVIII, не XX, когда появились миллионные тиражи, а XIX век. Я абсолютно убежден, я могу это сказать, и не слышал откликов, что это потому, что это совпало с периодом самоидентификации России и с формулируемой России русской идеей. Русская идея питала Дон Кехотовская идея, но Кехотовская идея в это же время, с начала XIX века, питала русскую идею. Совпав, они довели, как бы помогая друг друга, они помогли Дон Кехотовской идее, Дон Кехоте в России стать тем, чем он никогда не был. То есть то, что это, то, что Дон Кехотство стало символом веры русской интеллигенции, это, конечно, слава России. Нигде в мире мы оставим в стороне Испанию, потому что это очень сложный разговор об Испании. Россия помогла Испании, Достоевске и Тургенею понять Дон Кехот. Это опять-таки слава России. После того, как появился СССР Тургенева, Гамута Дон Кехот, после того, как не только романы Достоевского, но и в какой-то мере на испанский язык был привезен и был привезен дневным писателем, появились потрясающие по своей глубине и очень отлично от русских интерпретаций «Унамона» и «Артегегасет», которые, наверное, многим вам известно, там барохи и ганилета поезем меньше, но «Артегегасет», «Унамона» с одной стороны, это действительно вершины осмысления мыслителями этого феномена Дон Кехотства, с другой стороны, они были возможны исключительно благодаря, конечно, немецким романтикам, то, что лежит в основе и русского Дон Кехотства, и русским интерпретациям. Значит, ну вот, естественно, я не хотел бы говорить только о своих работах, времени будет мало, те, кому это заинтересует, а вопросы и ответы не удовлетворят, я всем советую посмотреть двухтомник, я не знаю, были ли новые издания или нет, сначала это было издано в Нью-Йорке, потом, по-моему, в Минске и в Москве, Юрия Ахенвальда «Дон Кехот на русской почве». Это в основном публицистик, как только я узнал, что эта книга вышла в Нью-Йорке, а моя книга уже была завершена, вы можете представить мое настроение. Потом, когда я познакомился, я понял, что тема у него в принципе совершенно другая. Это блистательная публицистика. Тем самым, поскольку я шел либо по театровическому, либо культурологическому руслу, мы не очень совпадали. Это меня, конечно, спасло, потому что иначе написать книгу и узнать, что в тот момент, когда ты сдаешь ее в типографии, значит, что вместо твоего, то есть, параллельно с твоим одним домом, существует уже два других, а ты о них не подозревал, это, конечно, было в высшей степени горько и грустно. Значит, пестрота в дни периодом Кехоте в понимании дом-кехотства совершенно неслыханная. Самый главный, самый высокий, конечно, период этого разноцветия и пестроты это 60-70-е годы 19-го века, сразу же после появления речи, статьи, речи, произнесения ее и публикации Тургенева гаммета дом-кехот. Значит, дом-кехот, и ни одна страна мира этого тоже не знает, дом-кехот, в течение 15-ти племян 20-ти лет называли друг друга либо своих друзей, либо своих противников консерваторы, революционеров, славянофилы, западников, западники, славянофилов, революционеры, консерваторов, западников и славянофилов. И это продолжалось очень страстно на самом высоком уровне в статьях, в трактатах, в письмах, в дневниках на протяжении 20-ти лет России. Значит, опять-таки, действительно, снова мы, значит, оказались впереди планеты всей, значит, но это довольно быстро сошло на нет. После, значит, появления и романа Достоевского, и уже романов, рассказов Лескова, и уже символизма, периода символизма, эта пристрата, это многоцветье, поразительное, оно уже было, осталось далеко в прошлом. Значит, если одновременно это были Дон Кихота самодержавия, либерализма, консерватизма, реакции, Дон Кихоты женские, басонские, когда я завершал свою книгу, я хотел найти, значит, какие-то, значит, для определенного там какого-то штришка мне нужны были версии сети. Я всего один раз вошел, на протяжении нескольких часов, я нашел десятки разных совершенно паразитных, неожиданных для меня этих вариантов, что-то из этого я указал в последней главе своей книги, понимал, что если я дылся бы больше, значит, стихи, во-первых, невероятное количество эпигонских стихов, невероятное, на леду вот с этими статьями, которые просто так и называются. Значит, ну это нас, естественно, должно занимать меньше, должно занимать та тема, которая и вообще центральная для всех нас, для души, там, любого современного, там, думающего человека, страдающего и чувствующего, это тема долгих ходов христианства. Значит, вот, чтобы еще один раз вернуться к этим интерпретациям, значит, поразительно, но поскольку, поскольку я не знаю все, как вы понимаете, но я все-таки какое-то представление имею, значит, 20-й век резко уступает 19-й веку в России поинт в интерпретациях литературных и философских. Значит, единственно на уровне того, что мы с вами знаем, Тургенев, там, скажем, Достоевский или Лесков или Беринский, которого тоже надо было бы упомянуть, это только интерпретации, это же не иллюстрации, интерпретации художников. Сава Бродский, которого, наверное, многие из вас знают, потому что в советское время его с перепугу издали один раз в 76-м году, в издательстве «Молодая гвардия», потом он был запрещен. Иллюстрации Сава Бродского на долгое время до 90-х, до концепции и 80-х годов не издавались ни у нас, ни за рубежом, разумеется. Значит, потом их стали издавать чаще, это в высшей степени любопытная и тоже трагическая интерпретация, тоже в духе Достоевского. Значит, это и другая, на мой взгляд, по-разному, но тем не менее, вот как-то наследует взгляд Достоевского, значит, прежде всего, конечно, не идиота, а дневника писателей, и Александра Алексеева. Я бы хотел, значит, единственное, что я смогу, наверное, какие-то самые интересные из тех, которые, может быть, не всем известны, цитаты привести и как-то их откомментировать. Значит, самая, наверное, первая, которая должна, и многие из вас ее помнят, и хотел бы маленький комментарий сначала ее подворить, потом уже ее завершить. Значит, мой старый друг, который, по-видимому, уже не преподает, значит, испанский миссионер, который приехал в Японию, миссионер, через какое-то время стал профессором испанской литературы и долгие десятилетия преподавал в Киото испанскую литературу, прежде всего, цикл Сервантеса. Всегда на протяжении долгих лет в Японии он начинал свои лекции о Сервантесе, о Дон Кихоте, потрясающей и, наверное, действительно многим памятной цитатой из Федора Михайловича. Во всем мире не глубже и сильнее этого сочинения, это пока последнее величайшее слово человеческой мысли, это самая горькая ирония, которую только мог выразить человек. И если бы кончилась Земля и спросили, вот здесь внимательнее, спросили там, где-нибудь людей, что вы, поняли ли вы вашу жизнь на Земле и что вы в ней заключили, то человек мог бы молча подать в Дон Кихота, вот мое заключение о жизни и можете ли вы за него осудить меня. Это действительно мысль совершенно поразительная, но при этом я еще больше был поражен, когда несколько лет тому назад у Бердяева обнаружил в сущности ту же самую мысль, но с двумя заменами в существе, или не с тремя, с две с половиной. С одной стороны, Дон Кихот был заменен на самого Достоевского, человечества, на Россию, а вот это непонятное, спросили бы там, где-нибудь, встало на свое место и стало строчным судом народа. Значит, Бердяев в данном случае уже пишет о Достоевском, и вкладе в мировую культуру, в мировую историю. В Достоевске и есть та величайшая ценность, которая оправдывает русский народ в свое бытие в мире, то, что может он указать на страшном суде народа. Значит, то ли сознательно, то ли потому, что когда-то давно это запало, а потом, как любого мыслителя-писателя, это потом, спустя, может быть, десятилетие или годы выходит, в некотором... Но я думаю, что сходство настолько велико, что, наверное, он все-таки помнил эту главу дневника писателя и переделал его под тот самый текст, которому он уже был в этот момент юбилейной, по-моему, статье. Слишком велика цитата, если у нас останется время и нет желания, я бы ее привез, потому что привел, потому что я ее очень люблю. Это мысль Достоевского о том, что именно в лоне Дон Кихотства могут найти примирение славянофильство и западничество. То есть та тема, та войная тема, которая волновала всю жизнь, значит, общечеловеческая и общечеловеки, и Дон Кихотовское начало, и поиск компромисса, поиск встречи, до славянофилов и западников, он в конечном счете, это довольно пространно, потому что сократить мне не удалось, я хотел ее сократить, ничего не получается. Это почти на целую страницу, там на полстраницы. Но тем не менее, мысль неслыханная, конечно, я ее тоже с самого начала упустил, опять-таки нашел тогда, когда я стал завершать свою книгу совсем несколько лет тому назад, а вот в тот момент, когда она могла мне пригодиться, она как-то выпала. Значит, совершенно любопытная, в высшей степени, совершенно другую мысль его из главы Митронихи и Дон Кихоты, из «Невика» писателя 1977 года, она как раз давным-давно вошла в обиход западных и сорвантосоведов, и публицистов, которые думали не столько о Достоевском и сорванте, сколько о России и о Западе. Мысль о родственности России и Дон Кихота, потому что если с Дон Кихотом давно, по-моему, первыми сравнили Испанию саму со знаком минус, естественно, португальцы, как только его владычество освободилось, потом уже после Достоевского, зная о Достоевском, Испанию уже сравнил в абсолютно близком Достоевскому к ключе с Дон Кихота, с Испанией Антонио Мачадо, который очень любил Достоевского, вот в 1977 году сравнил ее с Россией и Достоевским, но при этом он уточняет, что с Дон Кихотом обновленным, у которого есть уже гений и новое слово, который способен направить на пользу человечество свои способности. Один из самых резких выпадов против такой интерпретации я нашел у марксистского публициста и мыслителя Сантьяго Монтера Диаса, который писал, по-моему, это 50-е или начало 60-е годы. Если под пером Тургенева сорванцевский герой обрусел, то Достоевский пошел еще дальше. Он уподобил ему саму Россию, навязал ему мистическую, имперскую, вселенскую тоску, столь свойственную этому народу. Неожиданная участь для героя, который являл собой саму доблесть, которая была в то же время взвешенной, сбалансированной и гармоничной. Значит, главными камертонами, ну вот если, скажем, вспомнить то и упомянуть то, о чем у нас, к сожалению, речи не будет. Вот по самому высокому счету сравнение Дон Кихота с тем, что России особенно понадобилось, это либо человечество в одних интерпретациях, по одному руслу, либо Россия, уже после Достоевского, либо Россия, но иногда, значит, с некой заменой уже на Дульсинию. Скажем, совершенно очаровательные строчки я нашел у Сологуба, как Дон Кихота Дульсиния была рассеянная мила. Ну, Карамзина это ключевая, то есть, это как бы корни всего русского Дон Кихотства. Самый конец 18 века в письме Дмитриеву Карамзин пишет «Назови меня Дон Кишотом, но сей славный рыцарь не мог любить Дюсинию так страстно, как я люблю человечество». И вот, наконец, может быть, шалят, наверное, Дон Кихот, но в данном случае это ничем не отличается Достоевская, Дон Кихот напоминает «Мне дорогую Россию». Хотя с разными оттенками та же мысль проходит у многих эмигрантов. В данном случае это уже эмигрантский поворот и у Шаляпина он выражен наиболее четко. Значит, теперь уже совсем переходя прямо к Дон Кихотам христианства, я должен сказать, что самое, конечно, простое, с чего можно начать этот разговор, это с того, что первым Сервантес сравнил, то есть сопоставил Дон Кихотство рыцарства и Дон Кихотство христианства первым сам Сервантес. Вспомним, как Дон Кихот спорит Санчо, что доблестнее воскресить мертвого или убить великана, во многом соглашаясь со своим оруженосцем, все же напоминает ему, что не все же могут быть монахами, да и пути, по которым Господь приводит верных в рай, суть многоразличная. Рыцарство тот же монашеский орден. Значит, и, как вы понимаете, Дон Кихот христианство реальное или вымышленное, или уже персонажи там русской литературы и зарубежной, унаследовавший его максимализм и его идеализм, выбрали другой путь из тех двух, о которых спорили Дон Кихот и Санчо. Несомненно, один из самых ярких, если я бы не приводил эти цитаты или если эту тему не называл бы, а только назвал бы имя, все из вас в той или иной степени, наверное, поняли бы, что Гоголь это и есть тот самый, той самой реальной оплачения Дон Кихотства в России, который, прежде всего, и должно приходить на ум. Потому что, значит, эта тема действительно очень широка, либо ее, значит, надо было бы мне сейчас обозначить, либо, значит, очень глубоко в нее погружаться, но я могу, зайдя уже в самый конец этого небольшого сюжета, привести две совершенно изумительные фразы, и если мы бы с вами не знали, что это не взято из текста самого Дон Кихота Сарванта, мы могли бы понять, решить, что это все-таки оттуда, из какого-то того или иного перевода. Но в первом случае в чистом виде, во втором замене Дон Кихотства рыцарства, Дон Кихотства христианства. Совершенно юным еще в нежене человеком Гоголь писал своему другу, я видел, что здесь работа будет более всего, что здесь только я могу быть благодеянием, здесь только буду истинно болезнь для человечества. Неправосудие, величайшее в свете несчастье, более всего разрывало мое сердце. Я поклялся ни одной минуты короткой жизни своей не утерять, не сделав блага. Это 27-й год, и спустя 10 лет в Ницце в сочинении правила жития в мире он писал «Мы призваны в мир на битву, а не на праздник. Праздновать победу будем на том свете. Здесь мы должны мужественно, не упадая духом сражаться, чтобы получить больше наград, больше повышений, исполняя все, как законный долг наш с разумным спокойствием, осматривая всякий раз вокруг себя и сверяя все с законом Христа Господа нашего. Некогда нам помышлять о робости или о дексте из поля. На всяком шагу предстоит нам подвиг христианского мужества, всякий подвиг доставляет нам новую ступень к достижению Небесного Царствия. Чем больше опасности, тем сильнее следует собрать силы и возносить сильнее молитву Бога. Находящиеся среди битвы, не теряясь его ни на час из виду, готовящиеся к битве, приготовляя себя к тому заранее, дабы трезво, бодрственно и весело потечь по дороге, смелее, ибо в конце дороги Бог и вечное блаженство. Значит, вот с заменой той, о которой я сказал, мы вполне могли бы эту цитату вполне найти у Сервантеса. Кстати говоря, насколько поразительно всеми стилями, мы думаем, то есть считается, что Достоевский стилистически был более беден, чем его великий соотечественник, чем Лисков, чем Тургенев, чем Толстой, на самом деле это не так. Значит, в одном месте его дневника писателя я давным-давно нашел фрагмент, как бы цитата из Думки Хота, все считают, что это цитата из Думки Хота. На самом деле она меня смутила, я очередной раз перечитал роман и такой цитаты не нашел. Постоевский придумал этот фрагмент из Сервантеса, и он настолько походил стилистически, что никому на протяжении нескольких десятилетий не приходило в голову, что это на самом деле изобретение. Причем оно очень может быть, что изобретение случайное, потому что ему не хотелось проверять, это было совершенно ни к чему, оно стилистически было похоже, и ему оно понадобилось в этом месте его дневника писателя его главы. Вот. И, значит, для того, чтобы несколько сократить гоголевский сюжет, который, на мой взгляд, все-таки абсолютно понятен, но, значит, единственное то, что я нашел, и чего, может быть, многие не помнят или не считали, это переписка, чрезвычайно, в данном случае, много дает переписка Гоголя. Причем, что ранние лет, что поздние, самые поздние. И его письма, и письма к нему. Значит, в письме Погодину речь идет о Дульсине. В данном случае, если мы сопоставляем жизнь Гоголя и житие Гоголя с житием роман Дон Кихота, то на первый план, конечно, едва ли не на первый план выходит Дульсине, который отталкивается, от которой, изобретая который, Гоголь должен был уехать, с одной стороны уехать из России, поскольку это была очевиднейшим образом некая такая вот дальняя любовь провансальского Трубадора, ударившись от этой любви, только и можно было ее живо и страстно и красиво изображать в своих сочинениях. Он пишет, признается об этом в письме Погодину в письме 36-го года. Но на Руси есть такая изрядная коллекция гадких рож, что не вдовек мне пришлось взглядеть на них. Теперь передо мной чужбина, вокруг меня чужбина, но в сердце моем Русь не гадкая Русь, но одна только прекрасная Русь. Значит, очередной раз и во многих сочинениях, в миф о Дон Кихоте, во многих текстах, которые входят в миф о Дон Кихоте, изобретение Дульсине, и в данном случае для Гоголя ее оказалась Родина, которая надо будет удалиться. Она, конечно, выразится, эта тема выражена совершенно блистательным образом. Я думаю, что Достоевский, скорее всего, тоже, наверное, мы могли бы на нем долго не останавливаться, разве что, значит, опять-таки, именно Достоевский дает нам возможность говорить не только русло два, либо это герои, это Адамс Филдинга, роман, который сейчас читают не так часто, это первый Дон Кихот христианства, мировой литературе, потом, помимо русских великих героев Лескова, Достоевского, это будет Мансионер Кихот Грема Грина, которого, наверное, многие читают, и мало кому известный совершенно блестительный роман Гальдоса, испанского писателя Переса Гальдоса, Назарий. Значит, если мы идем по другому руслу, мы попадаем в Дон Кихот христианство, протестовавший против стихоризованного пути Европы, что европейских, что русских, после Великой Французской революции, но Достоевский замечательен тем, что, помимо героев, это и он сам, который привлекал в себе внимание, именно как Дон Кихот христианство. Первый раз, там есть несколько еще примеров, но я приведу хотя бы один, в Филитоне газеты «Голос», посвященный братьям Карамазом, Достоевский подавляется действительно своему в этом смысле предшественнику Жозефу Дон Эстру, а его религия любви истолковывается как религии ненависти, поскольку из-за слащавой физиономии смиренно-мудрого инквизитора высовываются красные языки полающего костра. Значит, тема, пик, на мой взгляд, особенно вашей аудитории, тема Дон Кихот христианства это русская религиозная философия, вне всякого сомнения. Я ее коснулся только слегка, в отличие от Гоголя, где я не решился эту тему поднимать в книге. Я ее все-таки несколько страниц ей посвятил. Может быть, кто-то из вас, если бы потом вернулся, дал бы мне какие-то примеры, потому что я думаю, что многим они известны, где либо Соловьев, либо Леонтьев, либо Розенов, либо Бердяев, либо его современники, оставшиеся в России, либо уехавшие, называть своими противниками дон-хифотами христианства. Приведу только один высшей степени выразительный пример, не очень мне известный, поскольку философией никогда специально не занимался, Яковенко, статья о программной книге Бердяева «Философия свободы» 11-го года. Завершается она цитатой высшей степени выразительной, которая могла быть одним из эпиграфов этой темы противников дон-хихотов христианства. В религиозной философии есть концепция, принесшая человечеству и его культуре слишком много зла и несчастья, чтобы не сказать открыто в лицо довольны, не пора ли кончить, не будет ли дон-хихотствоваться. Так что в комментариях она, как вы понимаете, очевиднейшим образом не нуждается. И последний пример, поскольку я не очень понимаю, сколько времени не осталось, последний пример, потому что потом можно вернуться, либо все-таки дойти до этого аккорда, который мне выше степени важен, это эссе московского публициста, сценариста, публициста, писателя, с которым я недавно познакомился, Олега Кудина. Значит, этот мой роман с ним повезет он будет дальше продолжаться, потому что он написал, попросил моих советов, потом написал статью для журнала «Знамя», значит, кто-то, может быть, читает журнала «Знамя», я его давно в руках не держал, а потом увидел эссе, значит, «Удренно снабженное моим предисловием». Значит, я предложил для этой антологии, для того, чтобы, значит, на мой взгляд, иногда вашей блистательной серии не хватает контра, иногда не хватает совсем. Значит, с Дон Кихотом и с Рвантосом я объяснил, что если мы будем брать с Рвантоса, то контра не будет абсолютно, ну, разве что на боков. Значит, или вот маленькая брошюра, которая появилась некая во Львово, которая появилась сразу же после появления речи Тургенева «Гамы Тудун Кихот», значит, раз в 10 превышающие эссе Тургенева, который, этот никому не ведомый человек, остался он в памяти нашей, только потому, что он написал, значит, разгромную статью о Тургеневе, доказывает, что, значит, роман с Рвантоса и пьесы Шельспира совершенно не о том написаны, о чем пишет господин Тургенев. В частности, один пример, для него Дон Кихот, с точки зрения Тургенева, едва знает грамоти. Понятно, что Тургенева понадобилась для его совершенно поразительного философского эссе, которое вошло в классику мировой философии. И если уже говорить о Дон Кихотстве, то, как я не пытался найти какие-то примеры противодействия и отталкивания, отторжения Дон Кихотовского мифа в России, этого почти не получилось, кроме вот этого Олега Кудрина, который пришел ко мне в руки, когда я нашел готовить эту антологию. это, ну, скорее всего, там, многие из вас это увидят. Значит, построил я свою статью, я не собирался писать статью, потому что я написал, что мне это абсолютно, мне это радостно, что это появилась ваша тема, и дай Бог вам здоровья, но я ничем не согласен. Значит, пишите, что хотите. Значит, я ее построил следующим образом. И был уверен, что журнал или он сам отвергнут. Я сказал, что я 20 лет ждал, пока появится, может быть, в России человек, который скажет о том, что в Дон-Кихотовском мифе, в принципе, с Арвантосом заложено величайшее и полезное для человечества предостережение. Значит, в России предостережение не было услышано. На самом деле, в этом и беда России. Потому что Дон-Кихотами определенным образом окрашены были и революционеры после СССР и в сущности Дон-Кихоты готовили революцию. Значит, предостережение в России было услышано значительно меньше, чем, во всяком случае, европейской цивилизации точно. Наконец, приходит герой, который пишет, что король волн, что Дон-Кихотовский миф приносит человечеству колоссальную, несет колоссальный заряд опасности. И дальше он приводит на протяжении большого текста, массу примеров, в которых ни один не может быть принят, потому что все они искажают суть дела. Там заодно достается и имперство и Испании, Габсбургов, достается Сервантусу. На самом деле все СССР в целом посвящено, оно антифашистское, посвящено романтизму, идеализму и той опасности, которую романтизм и идеализм заодно и Дон-Кихот и христианство приносят людям, особенно молодежь. Значит, пафос мне понятен и близко. Но как только я начинаю читать текст, я понимаю, что все я готов опровергать, все абсолютно. Я так и построил свое предисловие к его эссе. Значит, я сказал, что поскольку мне это симпатично и близко, я не буду писать. И дальше я построил статью, но там, о чем я не буду писать. Это примерно 20 пунктов разного рода. О чем я не буду писать, поскольку у меня симпатичен пафос. Значит, это было напечатано как есть. Теперь он готовит книгу, если книга еще не опубликована, в которой он включает мое предисловие, которое он называет предисловием, благодарен мне, вот в качестве предисловия к своей книге. Не знаю, то есть у меня нет однозначного мнения, нужно ли бы это было опубликовать вообще, нужно бы включать в вашу антологию, ради того, что было контра. Значит, если вы познакомитесь, вы помните, что можно, значит, если пойти по руслу строгого взгляда на тезисы нашего героя, то все это опровергается на корню. И тем не менее, состоялась единственная оговорка в одном только месте, он попросил меня снять мой тезис, потому что я пишу ему, что что же вы, наш герой не упоминает главного своего оппонента из Дунки Хота христианства, Достоевского, потому что с Достоевским он полемизировать не был склонен. И вот здесь он попросил меня снять этот тезис и написал несколько страниц о Достоевском, но в совершенно другой мягкой манере. Потому что там у него речь идет, естественно, и о Шатемриане, и о Фреде-Хишлигеле, и о Гердяеве, и... ну вот, кроме Достоевского. Если... Да, если вы хотите, мы можем... Я бы с большим удовольствием, честно говоря, перешел к вопросам-ответу. Если вы не возражаете. Нет возражений. У нас нет, коллеги, возражений. Спасибо, Сел Дергеевич, за интересную, такую, несколько провоцирующую, как это и должно быть, лекцию. по... коллеги, пожалуйста, вопросы Сел Дергеевичу о христианстве, христианском русских ходцах, образах русских ходов в России. Сел Дергеевичу. Сел Дергеевичу. Сел Дергеевичу. Ну вот, где-то я писал в четырех линиях интерпретации Дон Кихотства. Значит, самая первая, она современная Сарвантуса. Это герой современной Сарвантуса, естественно, в России чего еще не было, но Россия, в данном случае, ничем не отличалась. Она повторила западную фруктуру. Французские, английские, это первые интерпретации, немецкие, итальянские, какие угодно, потом польские, там, русские. Это герой неудачник, герой сумасброд. Это как отрицательная коннотация, но она не об этом совершенно. Это не то, о чем пишет вот наш герой Олег Кудрик. Значит, есть то, что значительно серьезнее. Это мнение, если вы, может быть, на кого-то на памяти, путешествие по морю с Дом-фихотом Тома Самана, который еле спасся фашистской Германии и держа на счетах Никитана Тихота в руках. И он пишет, что замечательный, конечно, герой, я не помню, естественно, дословно, но представьте себе, что их много и они захватили власть. Люди без внимательности, глазами без внимательности в них, это уже цитата из Платонова. Чемергор Платонова это самый великий роман про достижения, но это не имеет прямого отношения к теме Дома Тихота и христианства. Это замечательная тема, значит, это великий роман и достаточно одного этого великого романа для того, чтобы эти весы были бы несколько уравновешенными. Вот, вот ответственно, конечно. Коллеги, еще вопросы? А кто из узких революционеров вам больше всего напоминает Дома Тихота? Ну, собственно говоря, Дома Тихота мне, значит, я был, значит, очень обрадован, когда я увидел книги Цюрюпы, по-моему, там, какие-то детские годы, значит, сравнение ее, видимо, то ли дедушку, то ли отца Цюрюпы с Дома Тихотом и Левина. Вот, это ее мнение. Больше всего мне порадовало то, что с ее точки зрения Дульсиния, ну, вот и Дульсиниилу сейчас не будем, потому что это отдельная, совершенно длинная тема. Так что Дом Тихота революционеры это то, что было в центре внимания русской интеллигенции, вот то, что символ веры русской интеллигенции я имел в виду, а потом уже ушел в тему русского христианства, Дом Тихота христианства, это революционное движение. Это народники, которые вместо России Достоевского подставили русский народ. А потом еще один шаг, и Дон Кихотство перешло революционное движение, и те, кто готовили Октябрьский переворот, воспринимали себя как Дон Кихотов. Дон Кихотов, которые могут добиться победы. Значит, в принципе, на мой взгляд, потому что это ускользает, вы знаете, эту восточную притчу, что такое слон, который рассуждает через несколько слепых, тот, для чего дотронулся, тем он словно и считает. И тем не менее, есть, на мой взгляд, некий инвариант, который здесь более-менее может всех убедить. Это позиция существующего положения вещей. Вот это, на мой взгляд, более-менее убедительно. Вот каково существующее положение вещей, вот таково оно будет. Поэтому, как только Дон Кихот и оборотни захватили власть, Дон Кихотство перешло в диссидентское движение. А потом, когда произошла перестройка, Дон Кихотство должно быть снова в оппозиции. И сейчас у нас снова в оппозиции. Антимонополисты Дон Кихот. Я-то имел в виду даже так, чисто вот, визуальный образ, вот Феликс Эдун и Дзержинский, как его, советский, как его советский кинематограф представлял. Я не думал, я вообще не думал о нем, о них, а повторю, как о Дон Кихоте, тем будет. Не о нем, а именно, об образе его в советском кинематографе, такой бескорыстный, болец, вот. Так он таким и был. У вас вопрос, профессор Юрьевичев, да? Вы можете задать. В принципе, не вопрос, потому что я уже услышал ответы на мой вопрос, который я говорю. Его задали вы. Вот как я. Я помешал, в общем, мы что-то. Не помешали, а опередили. Почему же не помешали? Нет, не сколько. Нет, ну вы стали говорить о Дон Кихоте, о других версиях Дон Кихоте. Это крайне любопытно. Потому что я, скажем, упустил, самое яркое в литературе, русской литературе, воплощение Дон Кихотства, это все любимые герои Лескова, гениального Лескова. Это почти все, почти все герои праведники. И это, слава Богу, было замечено. Не мной об этом уже писали. Единственное, я добавил, то, что было не замечено, потому что сам Лесков об этом не пишет. В других романах или там рассказах или повестях он упоминает. Либо скольз, либо, скажем, захудал рот, значит, он вмонтировал ее. Есть то, что я называю леса литературных связей. Когда писатель, когда завершает роман, роман снимает то, что он не хотел, чтобы видел читатель. Леса попал у него сцена с Дромедонтом Рогожиным, мало кто, по-видимому, читал этот роман, в Испании. Значит, он, значит, дункифотовский персонаж, попал в Испанию, потом, в конце концов, стал заниматься абсолютно дункифотовским поведением, которое всех шатировало или раздражало. Пытался отбить мальчишек, укравших яблоки где-то в каком-то богатом лесу. Его избили едва ли не полусмерти, он еле дополз обратно на родину. Значит, но потом Лесков это убрал, значит, из окончательного текста. А Соборяне никогда не упоминали. Самый великий роман, именно как роман, в данном случае я не буду сейчас упоминать, будем считать, что этого романа нет, идиота Достоевского, это Соборяне Лескова, проникнутый абсолютно, абсолютно. Во-первых, он полифонический роман, как роман на следующий шедевр Сервантеса. И кроме того, в центре стоит Дон Кихот новой эпохи 2-й и 19-й века, ну и все, наверное, помнят, что, помимо прочего, это еще священие, который Дон Кихотство заключало в том, что, то есть он стал Дон Кихотство в тот момент, когда он был решен слово, то есть дело. И вот тогда то он превратился в Дон Кихот на Сервантеский. Сервант Евгеньевич, большое спасибо. У меня вопрос все-таки ближе к Испании, из России в Испанию. Как вам кажется, вот Дон Кихотство и иезуитизм, да, Дон Кихоты и иезуиты, как борцы за контрреформацию, как принявшие обеты, как абсолютно послушные, как, но в то же время имеющие противоречивую очень такую историю и наследившие в политике. Вот как бы вы прокомментировали, как бы вы сопоставили? Ну, я сам сопоставлять не буду, это давнее, во-первых, довольно много работ на эту тему, то есть есть работы, поэтому к ним можно обратиться, да. Самое, конечно, яркое для меня с художественной точки зрения, это для меня всегда имеет значение, это, конечно, сопоставление давнее с целью на силу и он. В том числе, самим, да, самим, да, 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 да. И писал не только он, это, конечно, очень ярко, блистательно и достаточно убедительно. В принципе, конечно, как любое сопоставление. Я сам сравнивал Дон Кихота примерно в том же ключе с Романдом Уллием, где тоже достаточно, для чего тоже достаточно оснований. А в целом, с инзуэтами, я, как бы, сейчас не знаю. Мне с этим просто не совладать, скорее всего. Так, у нас еще два вопроса, да, пожалуйста, представляйте, сколько. Профессор Хеевец, Институт Латинской Америки, Санкт-Петербургский университет. Всеволод Евгеньевич, вот Чедеварова напрямую себя олицетворял с Дон Кихотом. И это, наверное, пример того, как революционер, ставший властью и неуверен этой властью, потому что он чувствовал себя Дон Кихотом, бросил власть, это случай, наверное, уникальный, и остался Дон Кихотом. Вы согласны? Да, скорее всего, да, скорее всего. Именно поэтому, то есть для того, чтобы спасти свое Дон Кихотство, скажем так, наверное, но это мы уже в такой области, которая к науке не имеет никакого отношения, но то, что в последнее время, я, к сожалению, у меня нет времени, поэтому я не могу удивляться, то есть я не могу написать ту работу, которая напрашивается, она очень актуальна, она публицистически актуальна. Антиглобалисты считают себя Дон Кихотом. Сейчас. То есть, скорее всего, некие похожие, сходные тенденции проходят и в России, хотя и менее заметные. Ну, западные антиглобалисты, да. Вот сопротивление, то есть я задавал вопрос, кем был бы Дон Кихот, если бы он не в средние века, ну, сестом, родился бы в средние века, чем угодно, только не странствующим рыцам, кем угодно, потому что, если бы дают тетрадь линейку, пиши поперек. Хорошо, коллеги. Итак, может, кто-то еще? Вопрос? Исчерпались, да, вопросы. А вообще мы похожи на Дон Кихота? В РХГА и Пушкинском доме? Да, это, кстати говоря, сходные вопросы. Меня не очень внимательно слушали, я помню, в Академии Новоксанкт-Петербургской научной центре, когда меня просили с этой темы выступить, но зато потом глаза загорелись и, значит, и довольно долго рассуждали о том, что Академия Новоксанкт-Петербургской Академики, которая преследует сейчас общество, мы и есть, значит, истинные сегодняшние Дон Кихоты. Но у академиков там они такие зарплаты получают, и они не владеют. Попробуйте объяснить Дон Кихот, что разговор может исчерпываться деньгами. Сыновым годом. Очень, да. Они могут и быть, но они не представляют никакой ценности. Хорошо. Спасибо всем, Владимир Евгеньевич. На этом, наверное, мы первую часть. Я не знаю, мне важна эта тема тоже, потому что она чрезвычайно дорогая. Значит, с вашей точки зрения, это может сопровождать текст Сервантиса. Потому что мои попытки издать это в Испании, например, не увенчались успехом, и я понимал, в чем дело. Значит, когда я показывал, то есть это было заказано Алексееву, поскольку он был очень известный французский иллюстратор, это сейчас мы знали во всем мире, и в Испании в 1936 году ему заказали иллюстрации для роскошного издания романов. Значит, и он, как только он приехал, началась гражданская война. Тем не менее, он не уехал, пока какое-то количество иллюстраций сделал. И когда я, наконец, нашел в этих своих фурусках, сначала нашел издателя, который должен был иметь в руках, как мне казалось, что-то, этот издатель стал сыном того издателя в Арселоне, который должен был издать эту книгу. И он мне сказал, что, на мой взгляд, книга не вышла из-за гражданского войны. Но это меня абсолютно не удовлетворило. Значит, потом, когда несколько раз мне обещали издать мои друзья Сарвантосоведу, которые были деньги в руках, значит, главный комиссар юбилейных торжеств в связи с юбилеем Сарванта совсем в ближайшее время, мой ближайший друг, у которого все деньги были у него в руках. И в конечном счете все-таки издание не осуществилось. Я понял, что здесь что-то не то. Эта интерпретация, я думаю, прежде всего в Испании, отталкивает, я вам привел цитату от Достоевского, от Ульгения Достоевского, франкистского публициста. Но дело не в том, что он публицист франкистский, а дело в том, что роман действительно другой. И если считать, что иллюстрация должна следовать за романом и идти за ним след в след, как лыжня, по лыжне идет один лыжник, когда не в другой, это не может. Это, естественно, некое... Это сражение одной личности с другой. Я пытаюсь поставить себя на его место. Я не думаю, что у Алексеева была такая задача, но, тем не менее, это собственные высоты, конечно, совершенно поразительные. Совершенно поразительные. И их достаточно еще среди тех иллюстраций, которые я не привел. И, тем не менее, я думаю, что если вот эту ниточку Достоевский и князь Мышкин, то есть сумасшедший безумец и Дон Кихот, и князь Мышкин, вот то, что, наверное, попытался замечательный, душевный, нравственный человек, то, что попытался, по-видимому, сделать Алексеев, не написав об этом, это можно только гадать. Кроме того, по технике это совершенно не сломано. Это изумительное, конечно, некое открытие, потому что он, как иллюстратор, в других своих работах отличается. Хотя это очень неровно. Здесь есть подлинные шедевры или есть, в общем, достаточно проходные просто работы профессионала. Это, конечно, изумительное. Вот из тех, которые я не видел. Вот. Я боюсь, что это никогда не будет издано, даже если найдены были бы те иллюстрации, которые, может быть, они и сделаны, так они известны, где они находятся. Ко второму тому. Потому что здесь, в основном, к первому тому, это немножко рискованно издать или издавать. Первый том будет улюстрирован очень богато. Каждая глава. Он явно готовил иллюстрации к каждой главе. Значит, ко второму есть всего несколько. Значит, это уже по этой причине коммерчески немножко рискованно. Был еще один вопрос, я хочу сказать. Вопросы, а просто замечательные насчет иллюстрации. Можно же попробовать вывести такую линию и издать это как попытка, как книга художника, вот, недавно. Так это издано. Вот так, как оно издано сейчас, только это для коллекционеров. Это да, это в небольшом количестве, естественно. Это могло быть издано правильно, это могло быть издано там, это издано только по художнику. Это книга, альбом художника. Значит, и очень дорогостоящий исключительно для коллекционеров. Это можно издать иначе, с короткой, с коротким, две-три фразы. Вот того самого фрагмента, которому это иллюстрация. Есть такой тоже путь. И скорее всего, это как раз в России стоит сделать, и в Испании тоже. Ну хорошо, коллеги, давайте, да, завершайте вот первую часть, поскольку нам еще надо несколько слов сказать о книге, с одной, которую мы издали. Поблагодарим себя, Леонид Ильича. Коллеги, давайте, да, не будем прерваться и презентацию книги, да, ну, Тихо, проид-контра. То есть не опять туда, да? Ну, давайте, давайте. Я скажу, ну, кто знает, все знают, да, нашу известную серию «Русский путь», да, проид-контра. И она издается уже порядка 18 лет. Первый том появился в 94-м году, посвященным был Бердяеву, о котором мы говорили и упоминали. А готовил этот том профессор Емельчев, который вот сидит напротив меня и читает лекции, все его знают. Нашим студентам мы тоже упоминали Бердинского и профессор Емельчев готовил книгу о Бердинском. И серия посвящена тому, чтобы оценить как-то, ну, великих, выдающихся русских, деятелей русской культуры, философов, писателей, поэтов, политических. И заодно представить тем самым саму русскую культуру, как некоторые проблемы, скажем так, представить культурное самостоянное. И вот с некоторого времени мы стали вносить в эту серию, в коротую, в которую уже издана порядка 70 томов, стали вносить и западных мыслителей. В частности, у нас вышел Ницше, Платон, Блаженный Агустин, Макеавелли, Руссо, Фрукт-Контра. Вот эти книги. И вот в последнее время мы, так сказать, обратились, ну, к мыслителям, что ли, истоковым для всей европейской культуры. Последние две публикации в этой серии посвящены Данте и Сервантесу. И вот, может быть, все где-нибудь вкратце скажут нам, что там в этой книге находится, но вот я... Я сразу начну спорить. Значит, дело в том, что мы долго не могли бы ладить. А почему бы это не страдать? Да. Значит, потому что я считал, что Сервантес просто невозможен. Невозможен. Возможен Дон Кирхот. Вот Дон Кирхот, но это не все вида. Дон Кирхот, с точки зрения серии, это была новация. Была бы. Вам нужен был... Я это пошел. Да, вы на это не пошли. Значит, мы решили, мне показалось, что мы договорились о компромиссии. Значит, надо было построить. И построить ее очень трудно было. Потому что, на самом деле, если о Дон Кирхоте, то есть совершенно разный уровень текстов, как вы понимаете, здесь были бы некие литератургические тексты. Довольно средние, 19-го были бы в значительной мере, или 20-го века. Я считал, что это, ну, некое нарушение эстетическое, принципов сей. Вот эстетическое. То есть не только потому, что не было бы... Я лукавил, когда я говорил, что нет никакого контра. Значит, против Сервантеса никто, ну, кроме Набокова, который боролся с Сервантесом примерно так же, как Толстой пытался бороться с Шекспиром, значит, вот больше ничего и не получается. Значит, дело не в этом. Дело в том, что я очень опасался за художественный эстетический уровень. Значит, для меня он был дорог, потому что мне дорога сама серия. Значит, в конечном счете мы решили, что можно будет разбить тогда книгу на две части и как бы вот в разных комнатах и разойтись. Сначала первая глава, то есть первая большая глава, там были бы поглавки, была бы, они, по-моему, даже не называются никак. Ну, мы Сервантеса, вторая часть Дон Кихот. И вот так они и примирились бы, разойдясь по обе стороны, по барьерам. В конечном счете как бы называется? Вечный спутник, да. Я даже не помню, в ней это принадлежит или нет. Во всяком случае, примерно так это и построено. То есть на самом деле книгу я воспринимаю, я не спорю с тем, что я в конечном счете видел, Сервантес и Дон Кихот. Как в сущности, два книги, два тома, если хотите. Потому что они должны быть, в данном случае, не оказываются разноцветными. Хотя некая полемика присутствует и там, и там. Вот я их упомянул. Полемика против Дон Кихоты есть, конечно, в каких-то эсселях, в каких-то стихах. И вот в второй части, потому что разговор о мифе или литератургический, эпидемический разговор, на мой взгляд, абсолютно разные специальности, разные головы. И на разного читателя рассчитаны. Студенту нужна первая часть, а обществу и душе народа нужна вторая часть. Значит, как он давным-давно и показал. То, что это вышло под одной обложкой, замечательно. Результат всегда замечательный. И, значит, я с этим абсолютно примирился. И я очень рад, что человек, к которому я никак не могу понять, как к нему отношусь, вот он нашел под этой обложкой тоже свое место. Этот загадочный для меня в сильной степени Олег Кутов. Очень яркий текст Петрушевской, который случайно попал мне в руки. Потому что, я не знаю, подоплеку, у меня не всю правду явно не рассказали. Ей заказали этот текст в институте Сервантеса несколько лет тому назад. Почему-то он не был издан. То ли, чтобы не публиковать вообще все это издание, значит, как-то, чтобы этот текст не публиковать вообще все издание, как-то ушло под стол. То ли, потому что, пора по-другому причине, либо потому, что ее не публиковали. Но я его взял, я его прочитал и принес. И решил, что вот здесь он найдет свое место. И нашел. Значит, я не знаю, кто из вас связывался с самой Петрушевской, но кто-то связался с... С Дуроманом Петровичем. Да. В общем, в любом случае, с ней связались, она дала согласие. И тоже, на мой взгляд, это является украшением. Значит, спасибо. Здесь было очень сложно, в отличие от других ваших сюжетов, разобраться с пьесами. Потому что есть блистательные интерпретации. Если говорить об интерпретациях, а не литературный критик, который меня абсолютно не интересовал, это первая половина. Это либо пьесы, такие как «Освобожденный долгий ход» Молочарского. Чрезвычайно важные. Высшие степи, абсолютно необходимые. Либо Чулкова, либо Булгакова, которая, ну вот, несколько ниже уровня, чем сам писатель. И тем не менее, это пьеса Булгакова. Но их никак не вместить было. Фрагменты давать пьесы невозможно. Что с ними делать было, не было непонятно. Но, в конце концов, от пьесы отказались. Значит, здесь идет, здесь состав, в конечном счете, вынужденный. Это либо фрагменты, это закон вашего жанра, который вполне позволяет, либо стихи. А Дон Кихотовский сюжет давал, возможно, Дон Кихотовский миф такой росы потрясающих стихов, но в основном 20-го века. Поэзия тоже будет в основном 20-го века. И саистика самая великая, это и самая вершина интерпретации 19-го века. А стихов, хотя забыл сказать, сейчас поэтому, значит, отдадим им дарить. Причем в том числе самые современные. Чичи Байбель, например, совершенно изумительные. Хорошо. Короткую презентацию все, что Сергеевич провел. Все-таки мы примирились по принципу про и контра, да, под одной обложкой. Я думаю, что у этой книги будет хорошая судьба, пока вот Данте хорошо воспринимается. И вот как раз эта часть, которая нужна педагогу, учащемуся, она и создаст ей хорошую коммерческую судьбу. Две в одной. Две в одной. Коллеги, может быть... Я понимаю, что все устали, и время наше уже, в общем-то, исчерпано, предусмотренное расписанием. Вопросы. Может быть, Сан Саныч, да, подошел близко. Хочешь что-то сказать или спросить основатель серии, один основатель серии про и контра. Вы знаете все эти вещи. Наверное, наверное, у меня есть вопросы. И их много. Ну, так оно и должно быть. Просто по теме. Может, 504-й зададите тогда? Да, я задам вопрос в 504-й. Коллеги, да, я смотрю уже некоторые нетерпения есть у студентов. Я тогда приглашаю профессоров еще продолжить выпить чашку чая в 504-й аудитории. И там все профессора могут, не обременяя своим присутствием актовый зал, да, задать все вопросы непосредственно виновнику торжества все удовлетворить по дну почетному профессору, как всегда. Спасибо.